Приветствую, на связи Александр Поляк. Мир Grand Theft Auto настолько велик, что местами даже выходит за рамки самих игр GTA, как бы странно на первый взгляд это не звучало. Например, в этот объединённый игровой мир, несмотря на наличие нескольких сюжетных вселенных, входят также две части игры Manhunt. На первую из них и на город Карца-Сити, в частности, в GTA встречается большое количество отсылок. Какие-то из них служат чисто символической пасхалкой, а какие-то дают вполне конкретное представление о связи двух этих серий игр. Всё это мы рассмотрим в данном видео. Приятного просмотра! Итак, Карцер-Сити — это место, где разворачиваются события первой части Manhunt, и несмотря на то, что физически встретить в GTA этот город не представляется возможным, он определённо подразумевается как существующий в этом мире населённый пункт. Причём располагается он достаточно недалеко от Liberty City. Играя в GTA IV, следует обратить внимание на статистику, а точнее на строчку, посвящённую всему пройденному в игре расстоянию. Когда общее расстояние, то есть сумма всех этих строчек, достигнет примерно 50 миль, надпись Liberty City в ширину превратится в надпись «От Либерти Сити до Карцер-Сити», то есть это следующая условная величина после ширины всего города. А примерно после 137 миль, по крайней мере по моим наблюдениям, здесь будет написано «От Либерти Сити до столицы». Под столицей, скорее всего, подразумевается Вашингтон, как и в жизни, соответственно, карцер находится к Либерти ближе, чем Вашингтон. Если мы попробуем хотя бы примерно наложить все эти данные на настоящую карту США, то увидим, что Карцер-Сити теоретически должен располагаться где-то между этими двумя полосами. Идём дальше. Игра Манхант наглядно даёт понять, что из себя представляет Карцер-Сити. Это город, находящийся в упадке, где на улицах главенствуют различные банды, маньяки и прочие отбросы общества. И упоминание этого города в играх GTA во многом подтверждает, что там далеко не всё в порядке. Например, в GTA 4 напуганные каким-нибудь происшествием прохожие могут сказать «Это Либерти Сити, а не Карцер». А в сети, на странице блог СНОПС, можно найти вполне характерного для этого города жителя. Это 27-летний раскрашенный мужчина, употребляющий разные вещества, имеющий садистские наклонности, и в целом можно сказать, что у него явно поехала крыша. В общем, из него получится отличный участник какой-нибудь наглухо отбитой карцеровской банды. А на сайте, посвящённом инструменту Диджери Ду, карцер упоминается наряду с Либерти, при этом всё так же с намёком на преступную обстановку. Традиционно аборигены использовали этот инструмент, чтобы имитировать звуки окружающего мира. Это может объяснять, почему Диджери Ду в таких городах, как Карцер Сити и Либерти Сити, звучит так, как будто кого-то убивают. На разговорное радио в GTA San Andreas звонит одна из жительниц этого города и рассказывает о том, что её окружает. В данном случае сложно сделать привязку конкретно к Карцеру, так как, вероятно, здесь речь идёт о всей стране. Но всё равно это стоит послушать. Всё там же в Сан-Андреас на радио можно услышать целую рекламу Карцер Сити. Тут уж действительно можно представить, какой из себя этот город. Продолжение следует... В этой рекламе прозвучало два любопытных словосочетания – «ржавый пояс» и «пылающая река». Первые относятся к некоторым регионам северо-востока США, которые были индустриальными центрами, со временем пришедшими в упадок. Причём они не находятся настолько близко к Нью-Йорку, как говорит нам показатель пройденного пути в статистике GTA IV. Зато, судя по некоторым картам, около Нью-Йорка имеется пара отдельных мест, которые вроде как относятся к так называемому «ржавому поясу». Что касается пылающей реки, то это, вероятнее всего, отсылает к реке Каяхога в городе Кливленд, всё там же на северо-востоке США. В 20 веке в этом промышленном городе загрязнение было настолько большим, что Каяхога неоднократно загоралась. В общем, все эти образы упадочного американского региона были отражены в Карцер Сити. Кстати, в GTA San Andreas, как и в Manhunt, если помните, встречаются баллоны с газом из Карцер Сити, а на берегу в Паломино Крик валяются кабельные барабаны всё так же из карцера. Это может лишний раз показывать промышленное значение данного места. Ну или это просто повтор объектов для экономии времени при разработке, хотя в данном случае одно другому не мешает. Вообще, повторных объектов между GTA и Manhunt довольно много, но в данном видео я больше сосредотачиваюсь на конкретных отсылках и упоминаниях. Есть при этом один объект, который я не могу оставить без внимания, поэтому сделаем для него исключение. В паре своих видео я рассказывал о том, что на газетах в полицейском участке Лос-Сантоса изображена летающая тарелка. Учитывая крайне низкое качество этой текстуры, я бы и продолжил так считать, если бы не наткнулся на эту газету в лучшем качестве в игре Manhunt. Как оказалось, это газета The Carcer. Снимок на ней напоминает пароход, а рядом вроде как изображены разные люди. Заголовок особенно примечателен — Хиббис тонет, но Джамбос в безопасности. Сперва звучит как что-то совсем непонятное, но на выручку к нам приходит сленг города Эдинбург, столицы Шотландии. Напомню, что студия разработчиков Manhunt и GTA как раз из этого города. Так вот, словом Хиббис там называют футбольный клуб Hibernian, а словом Джамбос называют клуб Heart of Midlothian. Обе команды из Эдинбурга, и они являются давними соперниками. Но это ещё не всё. Заголовок нам говорит о том, что Хиббис тонет, а Джамбос спасён, и если посмотреть на историю шотландского футбола за 2003 год, когда выходила игра Manhunt, то мы увидим, что дела у клуба Hibernian действительно шли не лучшим образом, в то время как у их противников, наоборот, всё складывалось неплохо. В августе они даже проводили матч в рамках символического мероприятия под названием Кубок Фестиваля, где Heart of Midlothian одержал победу, и скорее всего разработчик решил запечатлеть эту историю в игре. Подумать только, это всего лишь заголовок маленькой неприметной газеты, но сколько всего в нём можно найти? Вообще, было бы здорово, если бы какой-нибудь умелец заменил в GTA San Andreas эти некачественные газеты на более проработанную текстуру из Manhunt. Если такая модификация вдруг появится, и с ней не будет каких-либо проблем, размещу ссылку в описании. Вернёмся к радио. Ещё в далёком 2001 году в GTA 3, соответственно до выхода Manhunt, можно было услышать о карцере. В очередной раз игроку дают понять, что место находится рядом с Liberty City, и также мы узнаём некоторую сюжетную подробность, а именно то, что пока играя в GTA 3 мы наблюдаем за историей Клода, в это время в карцере суд оправдал начальника местной полиции, который уже через два года поможет безумному режиссёру организовать всё то, что было в Manhunt. Что ещё известно непосредственно про Карцер Сити? Например, то, что в 1988 году Майкл Таунли устроил там ограбление, о чём он сам однажды поведал своим приятелям. Майкл Таунли у Карцера. Если вспомнить рекламу отдыха в этом городе. Странно, что при этом в соседнем Liberty City замечено не так уж и много приезжих из карцера. Точнее говоря, если заглянуть в полицейскую базу данных в GTA 4, мы найдём лишь двух преступников из этого неблагополучного города, хотя людей из Лос-Сантоса, Сан-Фьерро, Китая и России здесь на порядок больше. В целом, конечно, понятно, что при разработке предпочтение отдавалось тем местам, которые больше распространены в GTA, и которые могут иметь какую-то привязку к сюжету игры, поэтому Карцер здесь скорее упоминается чисто для галочки. Любопытно, кстати, что из этого города приехал один из участников байкерского клуба Ангелы Смерти, Джозеф Джонсон, который в 1988 оказал сопротивление при аресте. Можно было бы даже предположить, что он был сообщником Майкла Таунли, и они вместе грабили местечко на окраине Карцера, где Джозеф, допустим, нарвался на копов, но сомневаюсь, что в данном случае разработчики настолько глубоко это продумали. Касательно приезжих можно также упомянуть телефонный разговор итальянца из GTA 4, который говорит о том, что к нему приехал брат. А на сайте Крэплист есть страница, где жители с Карцера сообщают, что временно поселился в доме на востоке Алгонквена, и условия там ужасны. Он сексуально озабоченный человек и хотел бы остаться там ещё, чтобы чаще видеть симпатичных соседок и снимать их на фото. Однако ему уже нужно возвращаться домой. Другой житель Карцера звонит однажды на радио в GTA Liberty City Stories и рассказывает историю примерно с той же тематикой. И ещё один из проживающих в этом городе — это Брайан, участник программы «Эпсилон», отзыв которого имеется на промо-сайте. Да, культ добрался даже в самые тёмные уголки мира GTA. В GTA 4 на сайте пивопис-воссер одна из пьяных жительниц Карцера делится своим изречением. Полицейские не любят получать чаевые, когда высаживают вас. А в Сан-Андреас Карцер Сити ни с того ни с сего могут вспомнить прохожие в разговорах друг с другом. И, возможно, вспоминают они его не напрасно, ведь в полицейском участке Лас-Вентураса висят снимки Джеймса Эрла Кэша и бандита из карцера. Можно предположить, что Джеймс уже в 1992 году во время событий GTA San Andreas был преступником, но может это просто отсылка. Так мы постепенно переходим к рассмотрению вещей, которые могут не нести какого-то смысла с точки зрения мира игры, но при этом служат неплохими отсылками. В четвёртой части у некоторых людей есть одежда, значки и наколки, отсылающие к Манхант. Казалось бы, это просто упоминание ради упоминания, но даже здесь наблюдается некоторый осмысленный подход со стороны разработчиков, так как эти изображения, как правило, присутствуют у тех жителей, которые на вид могут показаться довольно маргинальными и порою даже преступными, что отлично подходит для Карцер Сити. Кстати, наколка Пикси, как мне кажется, очень малоизвестная вещь, по крайней мере, упоминания об этом я нигде не встречал. А в GTA Vice City, вышедшей, к слову, за год до выхода Манхант, есть магазин с вывесками из этой игры – лучшие матрасы в карцере. Не очень похоже на бездумное повторение объектов ради экономии времени, и вполне можно допустить, что это торговая сеть, которая работает как в карцере, так и в Vice, а возможно и в других местах. И более того, мне кажется, разработчик в этом случае здорово пошутил, ведь смотря на эти оболсанные матрасы, охотно верится, что это действительно лучшее, что может предложить Карцер Сити. В GTA V вообще есть целая улица, названная Карцер Вей. Не знаю, насколько это относится к рассматриваемому нами городу, но немного знаковым выглядит то, что часть улицы проходит через туннель, то есть она как бы закрыта, что в определённой степени может олицетворять слово «карцер». Да, попытки усмотреть везде глубинный смысл – наше всё. В GTA IV на доске с разными бумажками, которая встречается в некоторых помещениях, висит карта метро из карцера, причём надписи говорят о том, что этот транспорт якобы имеет отношение к Liberty City, а логотип, на котором почему-то написано Underground, а не Subway, напоминает логотип LTA, использующийся в игре как символ транспортной системы Liberty. Не совсем ясно, то ли карцер относится к агломерации Liberty City, то ли это ошибка, то ли пасхалка, то ли вообще какая-то сырая текстура из ранних этапов разработки. Определённо крутая отсылка имеется в здании планирования города Лас-Вентурас в GTA San Andreas. Туда мы попадаем только во время задания архитектурный шпионаж, и если на последнем этаже осмотреть внимательно некоторые помещения, можно увидеть места из Manhunt – это местность в районе церкви и особняк Старквейзера. Ещё одной очень любопытной отсылкой является изображение Пикси, одного из ключевых противников главного героя Manhunt, на коробках во время задания The Mid Business. Эта картинка также встречается на брошюре, прилагаемой к диску с игрой. Я постарался проверить прочие подобные объекты GTA San Andreas, но не заметил, чтобы ещё где-либо встречалось такое изображение, то есть любые другие коробки этого не содержат. Очень и очень круто, что разработчики продумали этот момент и сделали упоминание именно на скотобойне, ведь кто как не Пикси связан с разделыванием мяса и со свиньями. Кстати, один из мафиози, который первым идёт нам навстречу, чаще всего держит бензопилу – излюбленное оружие Пикси. Некоторые танцовщицы в San Andreas имеют на фуражках значки полиции «Карцер Сити», да и не только там. В GTA Online про головные уборы также не забыли, и игрок даже может приобрести себе несколько тематических масок. Сан-Андреас в барах на стене присутствует изображение церкви. Крайне знаменитая пасхалка находится в магазине Zero RC. Это игрушки в виде самого Джеймса Эрла Кэша, а также Пикси. При этом не каждый знает, что если проходя Монхант получить доступ к бонусным материалам, то там можно увидеть эти самые игрушки, где Джеймс будет изображён в своём раннем виде, то есть из бета-версии. А что касается Пикси, то в жизни Rockstar действительно выпускали фигурки с этим персонажем. Вроде как их было сделано всего 500 штук. И буквально во время создания этого видео я следил за одним объявлением на eBay, где в итоге такая фигурка на торгах была продана за 1850 долларов США. Впечатляет, не правда ли? Вот мы и рассмотрели Карцер Сити, один из самых скрытых и опасных уголков мира GTA, а также изучили ряд отсылок к самой игре Монхант. Буду рад вашим оценкам и отзывам к этому видео, и также приглашаю подписаться на канал с включением всех уведомлений, чтобы не пропустить новый материал. На связи был Александр Поляк, до встречи!